Друзья, весна во всей своей красе, вот такие вот вишни, сакура цветет, вот эта дорога, дорога, которая ведет в никуда. Друзья, всем привет, с вами канал Жека или просто Жека. Кто-то мусорит, банка из-под энергетика валяется. Если здесь нормально прибраться, то можно даже шашлык на пикнике здесь отдыхать, делать шашлык. Сейчас в стране коронавирус, COVID-19. Без маски нежелательно выходить, даже в Московской области. Если ваши родные и близкие болеют, то скорейшего им выздоровления. Ребята с работы сказали, что здесь протекает вода такая нечистая. Стали люди приезжать, чтобы приезжать, фотографировать, все. Вот храм. Давайте выше поднимемся и посмотрим его поближе. Вот колокольня. Давайте поближе возьмем. Думаю, всем видно. Такая вот уже она, веская вся. А вы здесь живете, да? Да. А какого года он? Нет, это надо в интернете смотреть. А вот батюшка нет? Ну да. А, не люблю вы, если можно, что-то... Нет, я не люблю все эти песни, понимать, ведь человек такой, как Соботина, интернет, на ютуб. Я удалил материал, вот, и сейчас я хочу переснять для вас этот видеоматериал. Это с главного входа, я так понимаю, внутри я еще не был, он закрыт на карантин. Место такое, вроде бы и храм на входе. Сколько вот этот храм стоит? Ну, это очень много, мне уже 70 лет, а у нас и до этого был. Друзья, такие вот миру из них похоронены. Думаю, всем видно. Давайте посмотрим поближе. Такая вот кашка. Давайте поснимаем. На днях я ее не видел, видимо, ее недавно принесли. Не забываем подписываться, ставить лайки, комментарии, а также поставить такие жирные лайки. Друзья, весна во всей своей красе. Вот такие вот вишни, сакура цветет. Вот эта дорога. Дорога, которая ведет в никуда. Друзья, всем привет. С вами канал Жека. Или просто Жека. Сегодня я решил снова выбраться к тому месту, где мы с вами были. К речке Вонючке, вернее, к ручью. К мутному. Если помните, я вам говорил, что там и кувшинки есть, и камушки. И церковь напротив красивая стоит. Старинная, вернее. И 1800 года строение. Поэтому давайте вернемся туда, оттуда мы начинали. Скажем так, продолжение. Продолжение ролика. Который я вам обещал. Правда, церковь я поснимаю чуть позже. Сегодня мы просто поснимаем солнечный день. Солнечный денек. Меня, этот ручей. Может быть, к церкви сходим. Поближе ее рассмотрим. Друзья, и просто мемопроходящие люди, кто смотрит в данный момент это видео, я думаю, вы все на меня заметили вот эту вот маску. Такую вот, как борода она на мне. Я называю ее наморник. Ну, или кому как угодно. Можно бородой обозвать, можно наморником. Можно просто маска медицинская. Поскольку сейчас в стране коронавирус, COVID-19, без маски нежелательно выходить. Даже в Московской области. Я нахожусь в Московской области, в городе Дмитров. Вернее, в области Дмитрова. Поселок Рогачева. Кто, может быть, здесь был, я уже вас спрашивал. Пишите в комментариях, нравится вам этот город или нет. Что еще сказать. Ну, вот, мы пришли на это самое место, которое я вам обещал. Это ручей. Или, как я ее обозвал, речка Вонючка. Хотя здесь совсем не воняет. Но довольно-таки вода что-то опять мутная. Хотя сегодня дождика не было. Думаю, мы с вами здесь постоим немножко, порассуждаем о жизни. Друзья, такие вот здесь уже цветочки появляются. Душистые. Травка. Чтобы не упасть. Такая вот красота. Красотень. Довольно-таки живописно. Можно даже картину рисовать с этой картиной. С этой картиной сделать другую картину, только маслом. С этой цифровой картиной можно нарисовать картину маслом. Вот, друзья. Но сегодня вот видно, да, то, что кувшинки просматриваются более или менее. Вот они. Приближать я не буду. Думаю, и так видно без приближения зума. Потому что иначе у меня почему-то глючит телефон. Я снимаю на телефон на Honor 20 Pro или Pro 20. Не знаю, как правильно будет. Я думаю, без разницы. Главное, что видео неплохое получается с этого телефона. Я очень доволен своей покупкой. Микрофон тоже неплохо пишет. Можно даже петличку не использовать. Я без петлички снимаю в данный момент. Да и другие свои многие ролики я снял без петлички. Ну и, естественно, я в специальных программах это видео... Ой, это аудио отдельно отделяю от видео и обрабатываю. Где-то громкость побольше сделать, где-то какие-то эффекты наложить, почистить его. Но, в принципе, чтобы вам было приятно смотреть мои видеоролики. Ну и данный видеоролик в том числе. Вот. Уток сегодня, кстати, не видно. Там обычно утки плавают. Думаю, мы сюда еще раз вернемся и увидим, какие здесь водятся... Какая здесь водится живность. Утки, может быть, даже лебеди плавают. В чем я сомневаюсь. Но уток я точно видел. Вот такой вот ручей. Видим, такой вот ручей. Такая вот водичка журчит. Птички поют. В прошлый раз было слышно птичек. Сегодня их не очень отчетливо слышу. Хотя слышу. Он, кстати, кто-то мусорит. Банка из-под энергетика валяется. Я считаю, это неправильно. Не надо природу загрязнять. Пишите в комментариях, как вы относитесь к такому отношению к природе. Здесь вот дачный поселок. Вон церковь. Церквушка. 1800 года строение. Как мне сказали, нет моих друзей. Друзья, ну вот так вот я стою и мечтаю. Мечтаю, что я уеду к себе на родину, Воронеж. Также у меня Москва моя тоже родина. Я сейчас Московская область. Но воронеж я люблю почему-то больше. Так вот, наедине сам с собой, самим собой, скажем так, в уединении как монах. но не в монастыре, где-то весной чаще, гуче, где печет вода, журчит лучей, а может быть даже бьет фонтан или водопад. И довольно-таки приятно для ушей, думаю, для ваших. Вот это вот журчание слушать. Маска, конечно, медицинская, мешает дышать немного. Но думаю, это не такая большая проблема. Я ее сниму все-таки может быть даже и в этом видеоролике. Надеюсь, вы не испугаетесь моего лица. А вообще я вот так вот стою и смотрю вдаль и мечтаю. Мечтаю о свободе, когда наконец закончится моя лахта. Хотя у меня уже третья лахта идет подряд. Мне нужно денежку накопить, отложить на свои дела, свои проблемы. Поскольку ютуб-канал мне не переносит, кто-то может сказать, вообще прибыли, поэтому мне приходится работать так, на обычной работе, скажем так. Даже не на обычной, а на вахте. Ну а в свободное время я люблю вот так вот смотреть вдаль и наслаждаться пением птичек, если вы слышите, как и я, журчанием воды этого ручейка. И вот этот пейзаж на церковь, вся листва, дачный поселок, а в середине вот этот укромный уголок, где мы с вами нашли банку энергетики. друзья, я думаю, вот так же сейчас отдыхаем где-то на природе, где-то на шашлыках, несмотря на то, что сейчас коронавирус в стране, да не только в России, он сейчас за рубежом, и вот уже ста, чай, власть по мере карантина, вернее, правила карантина, думаю, нам это с вами не помешает ослаждаться природой, к тому же здесь людей почти нет и возможности заразиться намного меньше, чем, например, если бы мы с вами ходили где-то в центре города. поэтому думаю, болеть мы с вами поплю я прямо в эту маску, болеть не будем. Надеюсь, желаю вам не болеть, а если ваши родные и близкие болеют, то скорейшего им выздоровления. Не знаю, мои дорогие друзья, как вам, а мне довольно-таки кайфово стоять здесь к одному в существовании птиц, слушать, как звучит вода, ручей, отдыхать этот воздух. Я не всегда в маске, в основном я без маски здесь нахожусь. Это я просто решил видео поснимать вам маску, поскольку сейчас тема вот это коронавирус. Кстати, друзья, здесь есть и рыба. Только что я увидел, как мускалась рыба, но, думаю, вы не увидите, потому что камера, я думаю, не возьмет очень мутную воду. Друзьяшки, вот так вот я стою и смотрю вдаль и мечтаю, когда-нибудь я окажусь дома, пойду на юбалку, также буду слушать сум воды, топение птиц, не только уже свои выходные, которые я выскажусь, нормально соберусь и отправлюсь на пару дней ставить рыбу. а пока что я вот так вот отдыхаю, можно сказать, недолго, но использую. Такой вот, друзья, пейзаж довольно-таки, на мой взгляд, шикарный. Не считая, помойки, всяких банок. Если здесь нормально прибраться, то можно даже шашлык на пикнике здесь отдыхать, делать шашлык. Давайте помедленнее. Такой вот здесь пейзаж. Поют какие-то птицы или сверчки. Хрен знает, что это такое. Похоже и на сверчковку, и на птицу. Обычно сверчки ночью поют. Сейчас где-то 12 часов дня. Странно. Извините, а сколько вот этому храму уже... Сколько вот этот храм стоит? Ну, это очень много. Мне уже 70 лет, а он и сюда это был. Вам 70, да? Да. И храм этот стоял? И этот храм стоял. Ну, только он не смехозный. А потом уже, когда это самое, стали люди приезжать, чтобы... Извините. Ну, чтобы приезжать, фотографировать все, и чтобы восстановить это все. И вот восстановили, потихоньку стали восстанавливать. где-то в 75-м раку, нет. Ну, да. Мы уже немножко вот его открыли. Ну, лимон сходили. Таких мест, я думаю, немного уже в России осталось. Ну, я думаю, так. Ну, вот еще в этом, если в инвалидном. Вот в инвалидном. Это где-то здесь проехать инвалидный. Это на... проехать на машине? Я? Нет, в данный момент. Это самое. Ну, это в том, Куликово. Вот там вот хороший. А вы говорите, он второе место, да? Вот вы не сказали, наверное... Ну, где это, как родители наши говорили, что это в Америке, где это, или где это там вот первое место, а этот наш, вроде как бы, второе место. А как он называется, если уж, чтобы люди... Ну, это, я не знаю, как сказать, собор, вроде, я не знаю точно. Какого цвета, в честь какого цвета построен или... Я не знаю. Этого я уже не знаю. Потому что он не работал в то время еще, а наши родители ходили в то, ничего. А их не работали, потому что только от региона не знаю. Я саморода не хожу, не знаю. Ну, спасибо вам большое и извините, что вас потревожил. Меня не передпоказали. Ну, к вам только с уважением. Ваш возраст только с уважением к вам. Друзья, давайте пойдем уже с этого ручья, с этого мостика, с этой речки вонючки, как я ее обозвал, хотя она не воняет. Но мне знакомые ребята с работы сказали, что здесь протекает вода такая нечистая. вся грязная отстойная вода, но все равно это не мешает. Природа все-таки берет свое и здесь довольно-таки живописно и красиво, несмотря на то, что вода здесь не очень чистая. Хотя утки, утки здесь были, в данный момент я их не вижу, но довольно-таки интересно. Будет с вами позже их понаблюдать. Если у меня получится, может быть, даже я в этот ролик не засуну, но вряд ли. Давайте уж пойдемте в центр, в город, посмотрим, что у нас есть здесь в Рогачево, в центре города. Участки, дома, довольно-таки живописно. А на пригорке находится храм. Довольно-таки интересно. Вот храм. Давайте выше поднимемся и посмотрим его поближе. Друзья, вот мы поднимаемся по горке вверх, по дороге вернее, посмотреть храм, посмотреть церковь или храм. Пишите правильно как писать, как говорить вернее в комментариях. Я уже запыхался. Тяжело мне уже старому подниматься. Такой вот храм, церковь. А старый храм, да, вообще? Я вот хочу поснимать. Делать на YouTube хочу выложить ролик и снимать. А какого года, хотят сказать. Тут были люди, проходили, они говорят, 1800-го, по-моему. друзья, вот такой вот храм. Там даже колокольня есть. В принципе, как и во многих храмах, почти во всех вернее. Вот колокольня. Давайте поближе возьмем. Думаю, всем видно. такая вот уже полна ветхая вся. Храм старинный, 1800-го года строения, хоть не объяснили. Люди, которые здесь живут. Такая вот Думаю, теперь видно друзья, на улице ветер. Думаю, вы слышите порывы ветра сильные. у меня штатив селфи-палка. У меня профессиональная она, и поэтому ее штативом обзываю. Она у меня покачивается и мешает нормально для вас снимать. Но думаю, я попробую, конечно, не думаю, а попробую снять для вас более-менее, чтобы руки не тряслись от ветра. Вот храм. Старимый храм. Красивый. Вернее, место красивое и храм красивый. Я в сапогах в резину. Друзья, такой вот храм. Думаю, вам всем видно. Прохожие люди на меня смотрят. Если немного, то смотрят на меня. Странно. Видимо, из-за того, что в эпидемии коронавируса я занимаюсь съемкой, вместо того, чтобы сидеть дома. Но я не смог подержаться и вышел с общежития, чтобы для вас поснимать эту красоту. А старый храм вообще? Старый, да? А какого года? Я не знаю, что я знаю. Это можно знать интернет. А вам батюшка нет? Ну да. А, не могли бы говорить, что я снимаю, если можно? Нет, я не люблю все эти вещи. Понимаете, я человек такой подсобитимый, и интернет не любит. Не снимаю ничего, а какого года хотя бы? А наберите в интернете. А, вы не знаете? Я не помню. А, но уже старый, да, смотри? Тут очень красивый, я по проездам здесь, прямо вон архитектура. в интернете более полная информация, потому что люди в архиве сидели, занимались. А когда он у вас открыт? А вот как епархия снимет карантин, ну то есть как государство карантин снимет, так и откроемся. Ага, то есть пока закрыто, да? Да, пока закрыто. И есть карантин. А вообще так карантин закончится, можно внутри вообще поснимать? А я не настоятель. А вы не настоятель? А вот кстати номер телефона настоятеля вот здесь. С ним все договаривайтесь, решайте. Ну ладно, скажем. Спасибо. Друзья, вот такой вот храм. Это с главного входа. Я так понимаю, внутри я еще не был, он закрыт на карантин. Я думаю, вы слышали, если у меня получится вставить в ролик разговор с батюшкой, который не захотел, чтобы его снимали, но я не стал. Как бы зачем делать нехорошие дела, если можно сделать много хороших дел. Может быть другой бы на моем месте и стал снимать. Я не стал этого делать. Человек потер, зачем его насиловать. Хотя может быть он никогда не узнал бы, что окажется в интернете какой храм. тут вокруг все. Друзья, поднялся сильный ветер, который мешает нормальной съемке. Думаю, это не помешает нам снять этот репортаж. Это блог, скажем так, блог из жизни одного неизвестного блогера, который решил отправиться в путешествие скажем так, на такой храм еще раз смотрим гоны, очень красивые гоны. старинные вернее, я думаю. Поближе рассмотрим. Здесь много машин стоит, но немного хватает и неудобно обходить приходится. Вот сегодня наверное мой день или не мой день, но что-то у меня съемка не особо мне кажется идет, ветер поднялся, но думаю, что-то да, меня получится для вас снять Ветер очень сильный. Друзья, ветер поднялся очень сильный второй раз. Первый ролик я не выложил, случайно удалил материал. Вот и сейчас я хочу переснять для вас этот видеоматериал, который я не выложил, который у меня исчез материалом, который был случайно потер карту памяти на телефоне и удалил ступеньки. ступеньки. Давайте я более плавно буду снимать, более профессионально что-ли, а то у меня рыбками получается. Думаю, всем видно, я знаю, это будет ролики смотреться, очень много ворон. Друзья, дальше пойдем к памятнику. Посмотрим, что это все-таки такой памятник для военностей. Цветы лежат. Вот, кстати, у нас 9 мая. Праздник. памятник. Посмотрим. Может, мы даже обойдем и почитаем, что написано на этом памятнике. Так. Почитаем. Так, наверное, правда, нельзя чтобы более так вот. Более красиво, скажем так. Более как фильм, наверное, будем с вами снимать, монтировать потом не будем. Друзья, такие вот нервы здесь. Думаю, всем видно. Давайте посмотрим поближе. Нет, я вот так меня не видно. Воронин Алексей Евгеньевич, 1963 года рождения, дата смерти 1982 совсем молодой погиб в Афганистане 1932 года. 1932 Красавчик, на мой взгляд, очень милый парень. Погиб как герой. Тоже негодяев Николай Александрович, 1962 года рождения, дата смерти 1982 погиб 17 сентября 1982 года. Пропал без вести провинции Герат, Афганистан. Пропал без вести провинции Герат, Афганистан. Думаю, вам слышно. И вороны меня перебивают. Негодяйки. Давайте обойдем военных. Давайте сначала почитаем. почитаем. Так, с другой стороны. Так, здесь ничего нет. Вот. Участникам. Друзья, ветер участникам локальных воин и военных конфликтов. Конфликтов, да. Мы, кто нагадает, что это конфликты. Я, слава богу, не дурак. Ладно, не будем ругаться. Давайте попрощаемся с героями Афганистана, молодыми ребятами, воронами. Мне не дают нормально говорить, чтобы вы меня слышали. Может, ветер и поспугает. Оно сколько гнездов видеть, да. Лесто такое. вроде по-экранам будет. Вороня. Так сколько? Кар, кар, кар. Кар, кар. Друзья, вот такой вот памятник здесь есть рядом. Второй уже по счету. давайте поднимемся по ступенькам и посмотрим. Народу очень много. Праздники 9 мая. Вот памятник, вот церковь рядом. Все прям соседствуется. Соседствуется. Вот такая великая отечественная война. И может кто-то из вас пишите в комментариях узнает здесь фенесао своих родственников, дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек, кто когда-то воевал. Такая вот каска. Давайте поснимаем. Надях я ее не видел. Видимо, они недавно принесли и положили в честь праздника. Каска видно, что настоящая. Да, вся ржавая. Но настоящая. И свинки. Много цветов. Вот тоже памятник. Давайте поближе подойдем. Думаю, меня не штрафанут, что я по газону иду. Тоже возложены цветы. Возложены, да, правильно. Бернат Николай Петрович. 1921 декабрь 41-й. Боец КФКА 18-го 18-й кавалерийской дивизии 30-й армии. Извиняю, что я сбиваюсь. Просто читаю на ходу. Здесь кстати тоже может кто-то узнает своих родных. Пишите в комментариях обязательно к этому видеоролику. Если кто-то кого-то узнал, приезжайте возложите цветы памяти. Вот такой вот храм. Еще раз поближе. Нажмите на паузу, кто успеет прочитать и познакомьтесь со списком. Вот так вот цветами не видно. Здесь тоже думаю всем видно такой вот город. ходят люди. Пока никто меня еще не избил, что я снимаю. Многие не любят блогеров. Но на работе меня благословили, отпустили поснимать. Сказали только маску одень и возьми документы. Чтобы полиция меньше было оснований меня например забрать за что-то. Сейчас очень многих штрафуют вернее. Даже наверное штрафовать больше. Так я им не нужен. Хотя кто его знает. Такой вот такая вот елка. Друзья вот это главный вход центральный. необходимо вот такой вот здесь двери пока закрыты. А может даже другой стороны будет. Сейчас мы с вами обойдем посмотрим. Здесь носит вот такой вот невесной замок. Видимо здесь закрыто повторюсь сейчас карантин, коронавирус, многие у нас скажем так заведения закрыты. А я вот сейчас входа опять вот кто захочет поснимать или какие-то другие причины вот можете обратиться позвонить на давайте еще раз посмотрим на территорию ваке не получается все закрыто в связи с карантином такой вот рам такой вот вот горит здесь прихожат сняв получается у меня зайти туда к сожалению мои дорогие друзья и подписчики друзья я думаю видно остаток какого-то сооружения может быть даже стены давайте поближе подойдем то что это древний очень древний памятник архитектуры почти не дронут люди друзья на улице месяц май уже вовсю цветет вишня если вы можете видеть или это яблони наверное это вишня скорее всего да это вишня яблоня тоже цветет такой вот храм колокольня если все видят это домики жилые дома вокруг попробуем приблизить вот это колокольня думаю видно как смог вам близко приблизить чтобы картинка не была очень размазанная так давайте попробуем еще вот фонар 20 про все-таки крутой телефон колокольня которую я вам показывал снимал кто-то кто-то сам храм сам храм такой вот дворик сам храм и дворик думаю всем видно забором обнесено поэтому особо не поснимаю все ветер так не у что буря слава богу не враган такой вот дорожка ворота, в которые меня не пустили, к сожалению. Думаю, после карантина я опять поснимаю. Друзья, я специально для вас снял свою маску, чтобы вы видели, что я это я, форму капюшон лысина, поэтому я лысый сейчас, нагло стриженный, поэтому капюшон слетает от ветра. Друзья, думаю, на сегодня нам хватит съемки, поэтому поправлю свой капюшон. У меня лысый на данный момент. Опять-таки, какая-то костюмка, которая лежит нормально, кстати, на это видео. Не буду желать, чтобы она поломала. Наверное, просто такое сечение обстоятельства. Так что не забываем подписываться, ставить лайки, комментарии. Обязательно ставим такие жирные лайки, чтобы это видео попало в топ. Его смогло посмотреть больше людей, приехать в этот храм, насладиться этой красотой. А я сиди с проездом на вахте и вот для вас решил поснимать тут примечательное святое место, скажем так. Поэтому всем еще раз пока и не забываем ставить лайки, комментарии и подписываться на канал. Канал называется Жека. Для тех, кто не знает или не успел ознакомиться с моим порцией. Думаю, вам и другие мои видеоролики обязательно понравятся. Всем пока! Друзья, вот эта вот газонокотилка, которая меня наградает.